Всем привет, на связи Мабу и вот мы уже начинаем новый 2023 год и пора поговорить о реалиях развития Android разработки в частности Android разработчика в новом текущем году, то есть 2023 мы поговорим о нескольких направлениях, в которых может развиваться Android разработчик это трудоустройство, это заказная разработка на фрилансе, это заказная разработка на себя и четвертый вариант это разработка своих собственных стартапов и заработать на нем и так устраивайтесь поудобнее, мы начинаем если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца на этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании после обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя и даже сможете построить свой небольшой бизнес все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео в первую очередь хотелось бы поговорить, наверное, о трудоустройстве потому что у меня есть статистика по моему курсу и ко мне люди приходят обучаться по разным причинам кто-то хочет трудоустроиться, кто-то хочет создать свои стартапы кто-то хочет делать заказную разработку, работая на себя и процентовка разная, кто куда идет но мы поговорим о том, который в пути, в первую очередь, который выбирает большинство разработчиков это трудоустройство я много раз слышал уже в прошлом 2022 году о том, что сейчас невозможно трудоустроиться на стартовую позицию и я уже выпускал много видео о том, как правильно трудоустроиться что нужно делать для того, чтобы вы успешно трудоустроились и не делали то, что делает большинство потенциальных кандидатов на ту или иную вакансию я уже много раз об этом рассказывал естественно, когда ты говоришь правду, многим это не нравится там много такие видео дизлайкают но, к сожалению, youtube закрыл статистику и сейчас напрямую без определенного софта невозможно посмотреть количество дизлайков на тех или иных видео но, опять же, давайте поговорим о том, что нужно для того, чтобы успешно трудоустроиться нужно несколько составляющих во-первых, нужно пройти качественное обучение то есть, вы должны владеть, во-первых, только актуальными технологиями которые нужны реально на современной Android-разработке то есть, там множество вариантов ну, во-первых, это язык Kotlin, а не Java изучаем подход XML, как основной, а не Jetpack Compose потому что он еще слишком сырой мы изучаем библиотеку Material Design мы изучаем такие библиотеки к Room, Retrofit учимся работать с базой данных SQLite через эту библиотеку Room учимся работать с сервером по сети через библиотеку Retrofit мы учимся многопоточностей через коротины и мы учимся делать инъекции зависимостей через Coin и Dagger то есть, мы подходим комплексно мы изучаем только самые актуальные технологии как их лучше изучить? можете самостоятельно но тогда выделяйте на это не меньше года можете прийти на курс вас там научат быстрее, но большинство курсов очень плохие если вы придете ко мне на обучение, то в зависимости все зависит от вашего времени сколько вы готовы выделять в среднем обучение проходит от 3 до 6 месяцев но если там вообще очень редко выделять обучение то может идти так же и до года все зависит от вас так мы уже знаем определенные стек технологии их достаточно просто знать нужно делать свои учебные проекты и тренироваться и смотреть, что вы это умеете делать и делать свои так называемые сниппеты то есть заготовки кода допустим, вам нужно сделать в каком-то проекте нижнюю навигационную панель bottom navigations вы не думаете как вспоминать и как ее создать вы у вас уже во время обучения вы создали себе отдельную папку с проектами и там есть отдельный проект именно где есть только нижняя навигационная панель вы заходите там, копируете код, вставляете в реальный проект модернизируете под реально нового проекта и запускаете работает отлично то есть нужно иметь такие заготовки кроме того, недостаточно сейчас просто прийти на собеседование и показать свои теоретические знания нет, вам нужно показать опыт все требуют опыт но опыт вы можете получить не обязательно работая на кого-то можете в процессе обучения получать свой опыт вы должны создавать свои несколько или один, хотя бы один но лучше не два ПЭД проекта то есть учебных проекта в которых будет отображено в которых вы будете использовать все те технологии и библиотеки которые требуются при трудоустройстве вакансии то есть о том все то, о чем я только что вам рассказал все эти библиотеки должны быть проработаны в этих проектах Но вам не обязательно говорить, что это ваши учебные проекты. Вы можете участие в этих проектах зафиксировать как свой опыт. Но вы же будете писать код, будете разрабатывать. Это ваш опыт. Просто оформляйте, что работал на каком-то стартапе, делал такое-то приложение. Все. И обязательно нужно выбирать такие продукты, проекты, в которых вы проработаете именно все технологии. Идеально в их подходит, например, создание приложения по созданию списка покупок или списка дел, либо создание приложения для какой-то сферы услуг, либо для создания приложения для какой-то, скажем, создания приложения для интернет-магазина. То есть у вас есть, получается, вы знаете, стек технологий. У вас есть опыт, который вы можете показать, упаковав. И, ну, собственно, у вас есть сами эти проекты, и опыты, и проекты, они взаимосвязаны. И у вас с этим можете идти на собеседование. Для этого нужно создать правильное резюме. Я думаю, в сети много найдете об этом подсказок. Те, кто обучаются меня, я помогаю с созданием резюме. Возможно, классно, если вы будете делать эти видеорезюмы и сопроводительные письма. Информации много. Тот, кто работает со мной на курсе, тем я помогаю. И если вы сделаете все, о чем я сказал сейчас, то вы трудоустроитесь. Может, не с легкостью, но просто с гарантией, что выберут именно вас, в десятки раз повышается. И вы будете выигрывать конкуренцию всех абсолютно ваших потенциальных конкурентов при трудоустройстве на вакансию. Потому что 90% из-за того, что 90% всех кандидатов не будут делать то, о чем я вам сейчас сказал. То есть вы выполняете это все, и, пожалуйста, легко трудоустраивайтесь. Далее, второе направление, это все-таки заказная разработка. Тут, как бы, я выделил два разных направления, но суть одна. Вы можете брать заказы на фрилансе, вы можете брать заказы, работая на себя. Тут нюанс тот же. Вы должны иметь опыт. Ну, не то что опыт, вы должны владеть технологиями. У вас должно быть работы в портфолио. Какие работы в портфолио делать? Перед тем, как начнете обучаться, сразу заходите на фриланс или в то место, где публикуется заказ, имеющийся на андреторазработку, смотрите, какие приложения нужно разработать. И пока обучайтесь, разрабатывайте подобные приложения. Но я вам могу подсказать. Сделайте себе одно такое приложение сервисное, типа как список продуктов или список дел. Создали списка дел или списка продуктов. Сделайте одно приложение для заказа, например, того же кофе в котене. То есть то приложение, которое мы делаем выпускным на моем курсе. И сделайте одно приложение для того же интернет-магазина. Все, это вот самые популярные заказы. И можете спокойно стартовать на фрилансе. То есть, ну тут самое дело в том, что вот вы перед тем, как начинаете обучаться, вы понимаете, какие вы проекты будете делать, перед началом обучения вы регистрируетесь на фрилансе, уже для того, чтобы время ваш аккаунт был не свежий, когда вы перейдете непосредственно к выполнению заказа, в том, чтобы прошло какое-то время ваше местонахождение на фрилансе. То есть, нужно сделать себе сайт-портфолио с ссылками на ваши работы, можно сделать просто ссылками на тот же Play Market, можно сделать как отдельными страницами с описанием вашего кейса выполненных проектов. Опять же, это тоже свои нюансы, но просто берете приложение такое-то, кликаем подробнее на сайте, приходят на страничку и там вы рассказываете, что вы делали, какая была задумка, какие проблемы, как вы реализовывали, из чего все это привело. То есть, вы именно описываете свои кейсы по каждому мобильному приложению, которое вы разработали, также в шапке ссылки на ваши все соцсети, ссылки на ваши аккаунты на фрилансе, ссылка, допустим, на ваши все мессенджеры, чтобы было удобно связаться. И когда вы разрабатываете любое мобильное приложение на заказ, всегда делайте некую, как бы сказать, копирайт-зону, как на сайтах. Знаете, внизу копирайт-зона, где всегда оказывается ссылка на того разработчика, кто разрабатывал этот сайт, да, когда человек заходит на сайт, ему нравится сайт, он идет вниз, допустим, разработано кем-то, он заходит и заказывает у вас, потому что вы разрабатывали такой же сайт. Нечто подобное можно сделать и в мобильном приложении, то есть, допустим, там, где у вас выезжающая панелька, ну, меню, выезжающая панель, навигационный меню, или где-нибудь в нижней зоне, либо в контакте, где-то, ну, где-то, можно сделать маленькую ссылочку, разработано там-то. Человек тапнет, перейдет на ваш сайт, им захочет заказать у вас мобильное приложение, он понимает, что это будет стоить дешевле, потому что вы уже разрабатывали подобное приложение, и, скорее всего, вы сделаете его, на основе этого, ну, модернизируете под его, под новые задачи, да, и он понимает, что вы уже это сделаете. То есть, это такой еще вариант теплого получения контактов, и я вам скажу по секрету, вот, большинство заказчиков приходят либо вот по таким теплым контактам, либо по теплым контактам, когда вы кому-то сделали, и этот человек вас порекомендовал другому человеку, другому бизнесмену. Но это тоже как теплые контакты, они лучше всего работают. Это вот на фрилансе. На фрилансе очень важно правильно оформить свой аккаунт, то есть, написать свои данные, рассказать о себе, рассказать о стеке своих технологий. Если вы хотите на русскоязычном пространстве начинать, начинайте с сайта freelance.ru, если на иностранном, то на форке. Ссылки на эти все фриланс-биржи я дам в описании под видео. Если вы хотите работать не на фрилансе, а напрямую на себя, то, во-первых, работа на себя начинается с фриланса, но не всегда. Либо нужно начать с фриланса, либо у вас должны быть прокаченные соцсети. Лучше всего, если это будет прокаченный инстаграм, а еще лучше ютуб. То есть, но вам нужно снимать видео не на том, как реализовать какую-то фичу, какой-то код, потому что этот контент будет рассчитан на тех, кто хочет стать андроид-разработчиком. А вам нужно показывать преимущества мобильных приложений для бизнеса. И всякие такие, может, скажем так, мотивационные или такие легкие разговорные видео нужно записывать. Иногда что-то продемонстрировать по коду, но очень редко. В общем, с таким подходом вы можете выйти на заказную разработку, работая на себя. То есть, подведем итог. Давайте второго-второго пути заказная разработка. Заказная разработка может идти на себя напрямую и может идти на фриланс. Для того, чтобы идти на фриланс, нужно правильно упаковать себя, сделать сайт. То же самое нужно сделать тот же сайт со своими работами, если вы напрямую будете работать. Но при работе на фриланс у вас будет простой сайт. Просто ваше имя, ссылка на ваши все сети, как с вами связаться и набор работ ваших. При работе на заказ на себя вам нужно оформить сайт уже более серьезный. И вам нужно его оформить так, как будто вы компания. И также, ну, сделать, оформить работы, все, ссылочки, все хорошо поставить. То есть, продумать, тут уже с маркетингом нужно работать. Плюс нужно поправильно прокачивать свой YouTube-канал. Лучше, если вы будете прокачивать свой YouTube-канал. Или сайт-блог, но лучше YouTube-канал. И лучше, если вы будете прокачивать на том моменте, когда вы только начали обучение. И, скажем так, последнее направление – это разработка собственных продуктов. Тут совершенно все по-другому. Не важно, чем вы владеете. Ну, очень важно то, что вы должны уметь самостоятельно разрабатывать Android-приложение. Но, опять же, это все символично для всех направлений, кроме трудоустройства. Вы должны найти идею, которая будет пользоваться популярностью. Если нужны видео на эту тему, пишите мне в комментариях под видео. Я буду делать цикл видео на эту тему. Вам нужно найти конкретную идею, посмотреть на ее популярность. Будет ли она пользоваться популярностью. Проанализировать, есть ли их похожие приложения, если есть похожие приложения. Почитать отзывы к ним. Учить все отзывы. Что люди просят сделать, что просят доделать. Посмотреть на это приложение. Посмотреть, какие преимущества есть у этих мобильных приложений. Какие недостатки. Все это перемолоть. И реализовать уже в своем мобильном приложении в лучшем виде. Но тут-то также нужно, например, уже на этапе разработки, понимать, как вы будете продвигать это мобильное приложение. Ну вот я вам рассказал про все направления, которые есть сейчас в Android разработке То есть те направления, по которым вы можете развиваться как Android разработчик Это трудоустройство, это заказная работа на фрилансе, это заказная работа, разработка на себя Это разработка собственных продуктов Но еще раз такой момент, как монетизировать собственные продукты У вас есть вариант с рекламой С рекламой лучше делать сейчас рекламу напрямую заключать контракты с рекламодателями В конце года вышло видео о том, как это делается, как настроить рекламу технически я показывал Кроме того, у вас есть возможность настроить платные подписки за определенную часть функционала Либо создавать свою инфраструктуру внутри, в которой будет водиться своя валюта И люди внутри мобильного приложения смогут для... Ну это больше развлекательные приложения, но и не для развлекательных тоже подходят Людям с помощью, могут внутри вашего мобильного приложения покупать какие-то фишки для этого мобильного приложения Расплачиваясь внутри мобильного приложения Это тоже можно сделать В общем, такие направления есть, везде нужно поработать Но если вы хотите, чтобы я какое-то направление более подробное освещал То пишите в комментариях под видео, я сделаю отдельный плейлист По этому направлению и буду снимать эти видео в новом году Ну а на сегодня у меня все, с вами был проект Mabu До встречи на следующих эфирах, всем пока!